Это у тебя что, рабочий кабинет? Да Чем обложилась? Это у нас договора И с кем договариваешься? Разные заявления, на что дети сдали Короче, я объясню, я уже говорила У нас дети будут аттестацию сдавать в Красноярске Красноярский лицей номер 7 МАУ Лицей номер 7 Красноярский, ну вот официально они вот так называются Да, так вроде Вроде бы так, вот, директору МАУ Лицей номер 7, правильно Лицей, они принимают семейников на сдачу У них очень лояльные цены Самые лояльные, которые я только нашла Очень хорошие они ходзывы Потому что мне посоветовала женщина-юрист У которой ребенок за 9 класс У них сдавал аттестацию И вот это нужно сейчас, в этом году У них какие условия Во-первых, нужно предоставить Аттестацию за 4 класс Что ты сдал за, получается, начальную школу Чтобы сдавать в другие какие-то классы еще И нужен документ о переходе на семейное образование Ну вот я вот собираю для каждого папочку Свидетельство о рождении На Аню Справка об аттестации за 4 класс Что она была в 5 переведена Потом уведомление в управлении образованием Что ребенка, ну что мы не самовольно обучаемся Что это моя копия паспорта И вот заявление Прошу принять ребенка Потом прошу там заявление дать По таким-то классам Потом прошу еще что-то принять Ну короче, у них куча договоров, которые нужно заполнить На Аню и на Пашу И что мы делаем? Мы в этом году заполняем Для того, чтобы получить аттестацию за 9 класс Я, помните, показывала Нужны вот эти оценки Покажи, пожалуйста Это кому нужно будет Кстати, всем привет А то мы так начали снимать А это Я прям пущу это видео отдельным Потому что, ну это очень важная информация Значит, это я пошла в школу Говорю, пожалуйста, распечатайте мне список предметов Которые должен ребенок сдать в 9 классе То есть, чтобы получить аттестат Официально Какие оценки у них должны по каким предметам быть Так вот, это где плюсики проставлены Эти предметы в 9 классе есть Сдавать А где точечки? Покажи, пожалуйста Я же показывал Точечки Вот эти 3 предмета Они сдаются за 8 класс Их в 9 классе уже нет Но они в аттестате должны быть Поэтому, как мне объяснила женщина в лицее Кому нужно будут контакты, тоже дам В описании видео Оставлю, наверное, контакты ее Хорошая такая женщина Ну, которая отвечает там у них за аттестацию Вот И ссылку, наверное, на лицей сам дам Она объяснила, что Вот эти 3 предмета сдаются в 8 классе Все остальные сдаются за 9 класс И вот в этом году Мы хотели их за 2 класса в этом году Чтобы они прошли А потом решили не гнать их Думаем, кому нам надо? Детям надо Ну вот закончить они школу раньше И что? Учиться они в какой-то Дальше не могут пойти Потому что малы по возрасту Мы их самих никуда не отпустим Куда мы их гоним? Ну, закончит Паша школу в 14 лет И что делать? Все равно раньше 16-ти Мы его, например, в общежитии Куда-то жить не отпустим Мало еще Недорос Раньше 16-ти Куда-то даже Вот если в Иркутске он будет учиться Очно, да, получается Да, очно-очно 14 лет парень Еще ветер в голове В 16-ти тут боишься Но думаешь, ладно Еще отпускают уже 16-ти Вот И поэтому мы решили их не гнать В этом году мы сдаем экзамены За 8 класс Вот эти 3 предмета Сейчас заполню Отправлю документы в Красноярск А в следующем году Сдадут они за 9 класс Также оформим документы Отправим И они будут сдавать А потом будем готовить целый год Потом мы целый год готовим их к ОГЭ И они будут сдавать ОГЭ То есть ОГЭ они еще сдадут Получается на год позже За 8, за 9 Потом ОГЭ мы будем готовиться И сдадим И Тимошке также Мы сначала с ним поговорили Он говорит Мам, мне как-то классно Ну, сдам раньше А потом мы подумали, а зачем Пускай полноценно занимается Никуда не спеша Уроков у него много Ну, в плане информации много Некуда спешить Поэтому, кому нужны контакты Сдам Чтобы вы понимали Мы сдавали экзамены в Пинатах Школа Пинат в Москве Через Хочу учиться Там была сдача экзаменов 14 тысяч за 6 класс Мы сдавали 14 тысяч за 6 За 1 За 1 В 9 классе Я вам просто цены сравниваю Чтобы вы понимали разницу В 9 классе у них Сдача экзаменов около 20 тысяч 19 с чем-то За 1 ребенка За 9 класс Это я уже не говорю Что нужно будет сдать Еще вот эти 3 предмета За 8 класс В этом Красноярском лицее Сдача экзаменов За все классы До 9 То ли 4,5 тысячи То ли что-то такое Ну, вот в этом районе А за 9 класс 9 тысяч В 2 раза практически дешевле В 2 раза Плюс у нас была печальная история В Хочу учиться Тоже здесь это говорю К сожалению, у нас так получилось Что они очень сильно нам затянули с оценками Очень сильно И мы очень сильно возмущались Мы из-за них У нас были планы на детей Короче, на определенную учебу И так далее Чтобы они поступили дальше Учиться в интернетурок.ру Нужно было их оформить Для этого нужны были документы Что они сдали за предыдущий класс экзамены И нам затянули там с документами Хотя обещали к сентябрю высылать Нам в конце октября дали Или в начале ноября Аж в ноябре, да Мы прям выбивали эти документы У них загрузка, у них загрузка, у них загрузка В этом плане смотрите осторожно Хочу учиться, есть такая проблема Документы высылают не вовремя Да, нам их дали, нам выслали Все официально, все хорошо Но вот так вот И нас подставили На 2 месяца позже Да, вот, у них загрузка была, конечно, и все Не знаю, как здесь будут Но здесь вроде не жалуются То есть вот женщина сдавала Все хорошо И цена в 2 раза дешевле И сюда можно дозвониться И в 3 раза ближе ехать, если что Ну, если что ехать, да И в Хочучица дозвониться практически нереально Это и мы пытались звонить И с нами тоже наши друзья сдавали Практически нереально Здесь всегда по телефону, который я оставлю в описании видео Всегда можно дозвониться Ирина очень-очень вежливая женщина Которая с ней разговариваешь Все расскажет, все покажет Плюс, когда мы зарегистрировали детей на сайте Там сначала регистрируешься Открываешь Для каждого ребенка личный кабинет появляется Сразу тебе на почту пишут Начинают тебя консультировать Какие документы Прям расписывают Много вопросов у меня было Как, что, какие документы распечатывать На какой класс, по сколько экземпляров Все прямо расписано Плюс у них на сайте есть вот такой списочек Прям все описано Какие документы нужно собрать Лицей, договора, что, как, где Видите, все документы Куда отправить На почту Все понятно, ясно Личное дело ребенка отправлять не нужно Не нужно Вот это вот я же говорю Все, что мы отправляем Это договора об промежуточной аттестации В семейной форме образования Договор о зачислении Так О зачислении, короче О возможности сдачи на их платформе И договор И договор Еще один Вот я подписываю Это заявление по определенным предметам Что я не хочу не за весь класс ребенок Чтобы сдался восьмой А конкретные предметы я здесь пропишу Ну, чтобы оплачивать только по ним Кстати, отдельный предмет у них стоит две тысячи То есть, если, например, за весь класс вы сдаете девять тысяч платите То если вы хотите дополнительно какие-то отдельные предметы То это две тысячи предмет То есть, это тоже очень лояльно В принципе В любом случае, если нам, допустим, три предмета нужно То мы заплатим шесть, а не девять Ну да, уже как бы лояльный Я скажу так Цены самые адекватные Я пересмотрела за всю историю нашего семейного образования Очень много школ Школ онлайн разных платформ И слава богу, что вот попалось Я уже слышала, что в Красноярске есть школы Ну, Красноярск вообще очень лояльно относится к семейникам Очень позитивно У них можно и ОГЭ, ЕГЭ сдавать И всякое-всякое Но мне Ирина сказала А вам нет смысла ОГЭ, ЕГЭ все равно там уже к семейникам не будут относиться предвзято Потому что всех, всю школу там Все, ну вот, вывозят в другую школу Где уже там не разделяют семейникам на несемейникам Вот сидит класс, камеры там, комиссия Учителей там нету, директоров там нету То есть сдавать мы будем там, физически То есть мы туда едем Нет Мы здесь сдаем, под камерами Ты имеешь в виду эти или ОГЭ? ОГЭ Нет, ОГЭ Вот и она и говорит, что вам нет смысла платить нам деньги Приезжать к нам сдавать Вы к нам причисляетесь Вас точно так же от нашей школы куда-то вывезут А у вас, говорит, то же самое будет Зачем вам, говорит, платить, нам переплачивать Ну, говорю, очень хорошая женщина попалась Поэтому ОГЭ и собеседование Устное собеседование по-русскому Мы будем сдавать здесь По-русскому валить не собираются Мы детей на это Она говорит, да ничего страшного нету В местной школе сдадим Собеседование Мы как-то снимали видео Когда мы в школу ездили Взяли распечатку, как к собеседованию Мы подготовим детей, в принципе Вот А вот здесь, под камерами Значит, каким образом Идет запись Которая сохраняется у них на сервере Потом учитель просматривает И ставит Выставляет оценку, понятно Здесь подключается веб-камера Как будет сдача происходить Там у них на сайте все описано Кому интересно, переходите, смотрите Там прям показаны примеры Как установить камеру Там все показано прям И, то есть, чтобы было видно Что у ребенка нет подсказок Надо установить камеру так Чтобы ребенка было видно Что ему никто не подсказывает Был виден экран монитора Перед которым он сидит Что там тоже не открыты Разные подсказки Что он в интернете не лазит Что у него на столе лежит только Ну, тот документ Который он должен там заполнять То ли это на сайте он заполняет То ли он пишет вручную Сканирует, потом родители отсылают В общем, все по-честному Под дело здесь невозможно Подсказать невозможно И сдать экзаменов Как везде Получается, ты по предмету У них есть несколько моментов По некоторым предметам Значит, достаточно написать Какой-то реферат Типа по физкультуре По каким-то таким предметам Где ты, ну как ты Нормативы сдашь или еще что По музыке, например Потом по некоторым предметам Достаточно предъявить даже справку С том, что ты там Хочешь в музыкальную школу Все, музыка тебе зачтена Или там спортивная секция Вот мы на туризм ходим, кстати Нам в физкультуру, да Нам зачтут Потому что на спортивном туризме Так их там гоняют По этим нормативам Нам зачтут А какие-то тесты В тестовой форме У них, например, идет Ты попадаешь в личный кабинет Немножко объясню, как это работает Я в двух словах буквально объясню Без всяких подробностей Тебе дается 100 вопросов Например, по определенному предмету Тебе рекомендуется там литература Которая нужна Чтобы подготовиться к этому предмету И потом ты эти 100 вопросов изучаешь Ты понимаешь, что от тебя хотят И потом из этих 100 вопросов Тебе выпадает уже на экзамене Там 20-30 вопросов Я не помню Наверное, по каждому предмету по-разному Сама идея, как мне объяснили Как раньше было Знаете, тянешь билетик Из тех тем, которые ты изучал За год И ты знаешь, какие темы тебе попадутся В принципе И ты на эти вопросы отвечаешь Только вот я не знаю Не уверена, по каким предметам Ты отвечаешь онлайн Прямо там заполняешь анкетку А по каким ты пишешь Наверное, там какой-то диктант Или что, я не знаю Может, по-русскому, наверное, писать надо Сканировать и отправлять Вот это нюансы я уже не знаю Мы не сдавали А у меня вопрос есть Ты узнавала по поводу форс-мажора? Сказали, что интернет должен быть очень хорошим Вот, вот это я хотел спросить Если прервется, то нельзя, чтобы прерывалось Это, наверное, будем сдавать Прямо договариваться в городе Это лучше в Иркутске где-то, да У друзей договариваться будем У нас в этом году всего лишь три предмета Раз в месяц с кем-то мы договоримся Да, чтобы без прерывания Вот этот момент она сказала Нужно, чтобы интернет был кабельным Чтобы не был через модель Она говорит, если прервется, то придется по новой сдавать Ну, чтобы полностью запись нельзя Чтобы прерывалось Тогда не принимается Да, вот этот момент, конечно, важный Вот, нам бояться нечего Дети тему изучают досконально Плюс подтянут все на сайте Посмотрят, какие билеты С репетиторами идеально обучаются Нам очень нравятся их результаты Вот Это по поводу того, где мы и как будем сдавать экзамены По поводу того, что дети обязаны Еще раз повторюсь, буквально пару слов Что дети обязаны ходить в школу Сдавать промежуточные все аттестации Контрольные Неправда По закону Семейники Не обязаны Вы просто приходите к директору И говорите Докажите мне Если вы сами Например, не можете Как мы, например, с Бори Да, там копались в этих законах Доказывали У меня есть видео на канале Я ссылочку Да ты с юристами там боролась Я такую борьбу прошла в этом плане Отстали все И опека, и юристы, и управление, и школа Все отстали Потому что я там войну проводила Такую, что ого-го Боролась за свои права Я оставлю в описании видео этого ролик Где я четко объясняю на основании документов Законность не сдачи промежуточных аттестаций Обязаны сдать, чтобы получить аттестат только за 4 класс Вот то, что я говорила И за 9 и 3 предмета за 8 Эти предметы должны входить в аттестацию Плюс мне сказала женщина, что обязательно нужно Вот помимо основных предметов Есть еще областные какие-то предметы То есть вы идете в свою школу Вы говорите в нашей области, крае Какие предметы должны быть прописаны в 9 классе Потому что иногда есть второй язык Это нужно учитывать Иногда есть какой-то особый предмет Например, вот здесь была география Иркутской области Была, сейчас ее убрали И вот если бы она была Нам бы в следующем году Пришлось этот предмет тоже заказывать Ну типа как за 4 класс сдается байкаловедение А в Москве его не сдают Ну грубо говоря Ну да, например Это как местные Но есть какие-то местные предметы не обязательно Есть обязательные Вот обязательно перед сдачей в 9 классе Идете в школу и уточняете В вашей области, крае Какие обязательные предметы должны быть прописаны в аттестате Это очень важный момент И тогда вы их заказываете и тоже сдаете Вот Все остальное вы не обязаны сдавать Мы прошли очень большую войну Если вы Так вот, я к чему закончу Я копалась в документах Я очень много изучала Я лазила и с юристами советовалась И я пришла в управление образования Предоставила им копию всех этих документов Говорите, вот я выбрала У меня сейчас уже их нету Честно скажу Я их показываю в видео по ссылочке И у меня есть список документов В определенных Группах семейного образования В Иркутской области Вконтакте Я тоже оставлю ссылочку Там в разделе документы Посмотрите Для себя найдете там уведомления Как писать Ну там все такое важное Так вот Если вы не готовы копаться в документах Если вы не готовы документально доказывать Вы просто приходите и говорите Покажите мне закон На основании которого я обязана вам это сдавать Поверьте мне Они вам его не покажут Вот скажи Как только вы мне его показываете Я тут же сдаю Они не могут У меня в управлении образования Когда мы ездили Собрались несколько юристов Директор школы Женщина, которая отвечает Которая к нам приезжала с проверкой Там еще кто-то И директор школы очень сильно настаивала Чтобы мы сдавали А юристы стоят и говорят Они не обязаны Мы проверили Мы звонили в Москву Мы уточняли Не обязаны эти люди сдавать Промежуточные аттестации Контрольные Вообще даже зачислены быть в какую-либо школу Мы сейчас никуда не зачислены Мы сами по себе дома Вот Поэтому Конечно может приезжать опека с проверкой Пускай просто ссылаетесь снова же На законодательство Пускай ссылаетесь на управление образованием Показывайте уведомления Что вы перешли С ребенком На семейные формы образования И пока вам Не докажут обратное Вы правы У нас Как это сказать Закон о Невиновности Как это Презумпция Презумпция невиновности Пока тебе законодательство Не докажут Что ты виновен Ты невиновен Вот это очень хорошо То есть не мы должны доказывать Что мы невиновны А они должны доказать Что мы виновны Вот так действует законодательство И поверьте мне Я не первая Кто не сдает И это все Законодательно Правильно Вот В общем ссылочки смотрите Документы смотрите В описании видео Надеюсь вам информация была полезной Сдавать в этом лице Можно за любой класс Если хотите перестраховываться 4,5 тысячи вроде бы За любой класс Кроме 9 и 11 Там дороже Вот все Тогда Договаривайся дальше До новых видео Договаривайся А то ты растянула Это все Я думал потихоньку Тебя снять Посмотреть Что ты тут делаешь А ты так Это самое А я заполняю Смотри Прошу вас Разрешить Моему ребенку Бровченко Ане Борисовне Получающей в образовании В форуме семейно Сдавать промежуточные институции За курс 8 класса Что тебе Заполнять Сейчас при тебе буду Вот и пиши Пиши Нам пока Пока буду на днях отправлять Потому что нужно до декабря отправить Чтобы ребенку поставили в этом году Оценки Все Я здесь это заполнила Сейчас буду следующий заполнять Пока Пока Ребят Надеюсь информация была полезной Субтитры сделал DimaTorzok